Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня будет обзор пустых банок-скрянок. Если вам такая тема, интересно присоединяйтесь к просмотру. И, как всегда, будет мое личное мнение и честные отзывы на использованные продукты. Первое, что покажу, это у нас АОС. Средство для мытья посуды. Активная сода плюс экстракт лимонада, кристалл. И покупала в Fixed Price за 99 рублей. Единственное, что он шел без дозатора. Дозатор-то я уже свой накрутила. Вот сейчас, кстати, уже и с дозаторами за 99 рублей продается, что очень здорово. И объем здесь шикарный. 900 грамм. Отличное средство. Постоянно покупаю. Кстати, здесь написано, что активная сода. Естественно, было такое очень приятно голубого цвета. Жидкость прозрачная. Никакой соды внутри не было. Ни частицы, ни по ощущениям. Аромат очень приятный. Лимонный. С удовольствием пользовалась. Прекрасно моет посуду. Что еще сказать? Люблю от АОС продукты. Не жидкие. Замечательные. Так, это шамту у нас. Для жирных волос. Глубокое очищение свежести с экстрактом трав. В основном пользовался у меня муж. Покупали в светофоре 650 мл. И большой объем. Не помню. 120 рублей что ли стоило. То ли 110. Не помню. В принципе, не важно. Густой. С хорошим ароматом. Хорошо промывает волосы. Я думаю, что шамту всем известно. Одно время. Когда-то давно-давно. И вообще практически только им пользовалась. Так как он придает хороший все-таки объем волосам. И этим конкретно. Потом очень долгий срок я ими вообще не пользовалась. Вот опять купила. Попользовалась, наверное, раза 4-5. Что-то мне сушил волосы. Но я одновременно пользовалась еще с шампунем от Avon. Который мне в этот момент очень сушил волосы. Поэтому я так и не поняла. Сушил ли мне шамту волосы или нет. Мужу все прекрасно. Никаких проблем нет. Надолго ему хватило. Долгоиграющий. А вот так как я правильно пользовалась Avon. Ой. Ну да. Avon с таким шампунем. Причем это шампунь был черная серия с гиалароном. И пользовалась одновременно бальзамом. И у меня дико высушились волосы. Бальзам был не какущий. Я уже говорила в своих пустых банках. Волосы высохли у меня. Поэтому шампунь я так и не поняла. Потому что раньше он мне прекрасно подходил. А сейчас я даже точно не могу сказать. На длинные тонкие волосы. Не знаю. Поэтому напишите ваше мнение. Как он вам на волосах стоит для себя покупать. У него именно для длинных волосы не стоит. С удовольствием прочитаю комментарии. Так. Далее. Естественно. Avon у нас спелый арбуз. Обалденный жвачный арбузный аромат. Я вообще люблю жвачки арбузики. Арбузные. Здесь целых пол-литра. И он прекрасно пахнет. Он розовый. Прекрасный аромат. Если вы добавите как мыло. Даже как гель для душа используете. Не только как пену. Хотя пену все хвалят. И говорят, что она очень хорошая. Но в ванну мы пену не принимаем. Поэтому ничего сказать не могу. Но прекрасен в использовании как мыло жидкое. Как гель для душа. Мылится прекрасно. И шикарный аромат. Всем известное средство. Также покупала за 99 рублей фикс-прайс. Атаски травы для десен. Это нечто среднее. Не термоядерное. Но и не слабенький вкус. И хорошая полоскалка. Пол-литра. 99 рублей фикс-прайс. Отлично. Так. Вот такой шампунь. Который мне точно понравился. Два в одном. От Арифлейм. С кондиционером. Это у нас с обалденным ароматом яблочка. 250 мл. По скидкам его выгодно покупать. Так не выгодно. Там 170 рублей может стоить по каталогу. Но со скидкой он был выгоднее. Там не помню. 120 может быть рублей вышел. Хороший шампунь. Прекрасный. Очень яркий. Насыщенный фруктовый яблочный аромат. Хорошо промывал волосы. Не сушил. Так как кондиционер. Но так как у меня волосы до него были уже сильно пересушены Эйвоном. То мне приходилось еще сверху накладывать бальзамы. Вот с бальзамом было замечательно. Но на здоровые волосы я думаю он просто отлично будет промывать и не будет сушить. Дает хорошее блеск для волос. Мылица отлично. Так. Вот такую краску покупала в Фейкспрессе. 77 рублей она стоила. Была для меня лично новинкой. Стойка натуральная укрепляющая крем краска для волос. В готовом виде идет она вот в такой ведерочке. Одноразовым она уже готова. Не надо ее смешивать. Там такая прям хорошая масса внутри. Черного цвета была. Я естественно с ведеркой не пользовалась. Перелила ее в специальную емкость с кисточкой для краски волос. Прекрасно она носилась. Муж меня прекрасно покрасил. Кисточка разносится хорошо по волосам. Совершенно не жет голову. Не печет у нее. Вполне нормальный аромат. Не противный. Подержала я где-то на полчаса точно. Хорошо взялся цвет. Единственное что она такая на голове такая жидкая становится. Что она мне текла и по шее. Я испачкала ванную. Так что эта краска неоднозначная. Цвет был хороший. Он был темнее чем заявлено на картинке. Допустим у меня цвет вот такой. А цвет получился далеко не такой и не такой. А получился не теплый как здесь обещается. Нам стойко натуральное укрепляющее. И темно русый. Он получился темно русый. Я даже не могу сказать какой-то с каштаном. И холодный цвет. Ну в принципе краска мне волосы не испортила. Ничего такого. Но единственное что еще ее минус. Мало то что она жидкая. И запачкала мне ванну. Она когда я второй раз мыла уже голову. Она слезала с меня прям по всей ванне. Растекалась с черно-коричневым цветом. И третья раз я мыла голову. Она еще все-таки сходила с волос. То есть она совершенно не стойкая. Но побаловаться, присмотреть себе цвет вполне можно. Если допустим вы присмотрели какой-то цвет. И не знаете пойдет вам или нет. Но вам надо ненадолго этот цвет. Вы можете попробовать. Она у вас в течении недели смоется. Полторы. И все. И забудьте об этом цвете. Ну как бы так мне вот предполагается. Но я конечно же повторять ее не буду. Нет смысла. Волосы после нее не были ни испорчены. Ни запутаны. Ни высушены. В этом плане она комфортная. Кстати мне многие писали что она кошмарная. В комментариях. Когда я только купила. Показывала ее в обзоре фикс прайс. Вот. Но действительно такая сеть. Типа такая полезная. Приполезная. Было очень интересно конечно воспользоваться. Но больше не буду. Как бы знаете не советую. Такой хороший. Даже тонером не могу назвать. Вот краска. Которая быстро облазит. Еще и ванну пачкает. Но при этом не жжет волосы. Не портит волосы. Волосы были очень блестящие после нее. Имели здоровый вид. Внутри были перчатки. И такая вот здоровая инструкция. Я думаю показывать нам смысла нет. Я ее при покупке показывала. Закончился у меня такой скраб для бани. Травяной омолаживающий. На основе молотых целебных омолаживающих трав. 55 рублей стоит фикс прайс. И 155 мл у него объемчика. Отличный. Хороший. Разносится. Мылится хорошо. Скрабит хорошо. Приятный аромат. Приятный по консистенции. Единственное. У меня уже на донышке оставался. Я за него подзабыла. И у меня эта донышка пропала. Прокисло. Запах появился. То есть он может затухнуть у вас. Если вы за него в ванной вдруг забудете. Пришлось выкинуть остаточки. Опять хороший такой гель. Мультиактив. Фикс прайс. 77 рублей. И отличный объем. 1,4 литра. Со сменой аромата. Аромата смены никакой нет. Пользующий фруктовый. Точно такой аналог продается. То есть даже не аналог. А как бы с этой же партией. Только с другим ароматом. И все. Вся разница. В том же самом фикс прайсе. Также 77 рублей. Тот единственным с фруктовым ароматом. Обалденный аромат. Все прекрасно стирает. Это тоже самое. Только аромат стирального порошка. Вот. По сути знаете. На белье особо не чувствуется. Сильный аромат. Он остается очень тонкий. Нежный. Еле заметный. А то даже иногда если на улице повешу белье. То вообще никакого аромата не остается. Он весь выветривается. И хорошо стирает. Стираю всякие такие мягкие вещи. Естественно. А. Даже не постельное белье. Стираю полотенце махровое. Прекрасно все отстирует. Вот. Как раз таки. По поводу пятен. Что могу сказать. Допустим. На полотенцах. На махровых. У меня на каком-то полотенце. Кстати. В этой краской. Вот этой. Вот. Я вымазала полотенце. Естественно. Вытирала голову. Образовались такие коричневые. Куча пятен. Прям. Я замочила в этом средстве. Потом. Значит. Для того. Чтобы. Смотрю. После замочки. Пятна посветлели. Ну. Не очень. Я в стирку добавила. Сам барабан. Я всегда обычно добавляю. В кувету. Никогда не добавляю. Ни такие порошки. Вообще ничего. Я просто выдернула кувету. И выкинула. У меня машинка вертикальной загрузки. Вот. И получается. А. При стирке я добавила этот же гель. И добавила еще. Не белизну. А этот сухой порошок. Для цветного белья. Усилитель стирки. И мне эти пятна. Хорошо ушли. Так что. Я довольна. В принципе. Все нормально работает. За такие небольшие деньги. Отличная умывалка. Продается во многих магазинах. От свободы. Нашей фабрики. Мне нравится. Гидрофильный гель. По-моему у нас в фикс-прессе он продавался 77 рублей. Вот не помню. Но не меньше 77. Либо 99. Я покупала для глубокого очищения кожи масло хлопкой авокадо. Экстракты зеленого чая. Алоэ шалфей. Эффективно очищает от загрязнения макияж. Подходит для ежедневного применения. Для всех типов кожи. Отлично. Обалденный. Хороший аромат. У студии 100 мл. Нежное такое мягкое средство. Которое подойдет для сухой кожи. Легко нежно смывает. Особенно на мочалочку для лица наношу. Но хорошо разносит средство по лицу. Очищает хорошо. Не создает никакого дискомфорта. И очень-очень приятный аромат. Я не могу сказать, что это было долгоиграющее средство. Но вполне нормально расходовалось. И не быстро. И не долго. Но нормально вполне. Пенка конечно у меня намного дольше расходуется. Расходуется от черного жемчуга. Там вообще полгода практически держится. Так. Вот такое средство от Тианде. Сразу хочу сказать. Это средство мне очень понравилось. Виноградная косточка. Это пилинг. Отличный пилинг для рук, для лица, для всего. Здесь осталось у меня, к сожалению, половина точно. Но срок годности вышел. И пилинг перестал работать как пилинг. То есть он вообще теперь не работает. Он так классно. Частички снимал с кожи и лица, и рук. В общем, откуда хотите. Видите, здесь большой объем. 120 грамм. Приятный аромат такой ненавязчивый. И вообще качественный продукт. И во время того, как я его разносила, прекрасно снимал роговевший слой. Ну, не роговевший. Вот эти поверхности частички кожи отслоившие. Которые надо нам снимать. Сейчас, как видите, он уже не работает. Его можно возить, 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 возить по лицу. И ничего не будет происходить. Очень жалко. Прямо мне что-то такой тяжелый тюбик остался. Придется выбрасывать. Цена в Тиандэ у него рублей 300, по-моему. Где-то так. И к нему, естественно, желательно было еще дополнительно, после того, как мы прошли спирингом по лицу, либо по рукам, желательно было еще докупать нежный скраб. Чтобы то, что там не дочистилось, либо еще что-то осталось, где-то неприятные какие-то вещи, как говорится, закончить уход, желательно было пользоваться скрабом. Очень нежным, очень тонким. Я не стала покупать Тиандэ. У меня был вот такой скраб от Химала, очищающий скраб с ним для нормальной жирной кожи. Покупала в Экспрессе тоже, по-моему, за 77 рублей. Он тут был большой, 150 мл. Вот. Не 50, как сейчас в Экспрессе продается. Умывалка 50 мл или 100. И стоит 77 рублей, как бы. Вот. Здесь объем большой, надолго хватает. Отличный, нежнейший, очищающий скраб с ним. И он уже у меня тут в остатках остался. По сути, он мне теперь без того средства-то и не нужен. Так что я его выкину. А так, средство мне понравилось. Очень-очень деликатный, нежный скраб. С приятным ароматом. Вот так. Для нормальной комбинированной кожи. Для сухой подойдет. Он слегка и полирует, ухаживает. В то же время совершенно не повреждая структуру поверхностной кожи. То есть, очень деликатный и нежный. Практически для ежедневного использования. Но я любительница жестких скрабов. Поэтому он у меня застрял. И пользовался только в перемешку с Тиандэ. Так, вот такое средство от Нью. Эйвен у нас. Что-то мне все время смотрю. С камерой какая-то проблема. Лифтинг, укрепление, система 2 в 1 для кожи вокруг глаз. Крем и гель. Ничего не могу сказать такого плохого. Ничего не могу сказать хорошего. Состав, если кому надо, посмотрите. Если тут что-то полезное. Ну, тут видите, целый ряд экстрактов идет. Но я что-то это не поняла. Он для меня нейтральная вещь. Который вроде и плюсов я никаких не вижу. И минусов я не вижу. Но, возможно, кому интересно, стоит попробовать определиться для себя. Вдруг вам понравится. Потому что есть люди, которым нравится эта вещь. Кому-то не нравится. Так, вот такое вот лифтинг укрепление. Все знают эту систему вокруг глаз. Под глазкой мажем. Сверху глазок мажем. И все так и делаю. Запах мне, кстати, вообще не нравится. Противно так пахнет. Не то, что противно, но неприятно. Надоел. Вот так надолго его хватает. Он мне так надоел. Я уже лифтинг черного жемчуга достала. Мне уже терпения не хватает, когда он закончится. Но, не знаю, то ли выкину, то ли все-таки доиспользую. Жалко выбрасывать тоже как-то. Поэтому тут смотрите сами на ваше усмотрение, конечно. Ну, надеюсь, что все-таки увлажняет, питает. Косметика, наверное, держится хорошо. И тональник, и пудра держится хорошо на дневной макияж. Вернее, под дневной макияж наносить замечательно. Также вот такой крем для лица. 50 мл коллаген. Покупала его в фейкспрессе. По-моему, 55 рублей стоит. Укрепляет структуру кожи, придает коже эластичность, моделирует контуры лица. Хороший крем белого цвета. Приятного такого, не древнего аромата. Я не могу сказать, что он прям супер работает и подтягивает какой-то лифтинг. Ничего такого нет. Но вполне хорошо ухаживает за кожей лица. Я с удовольствием пользуюсь в выходные дни. С удовольствием пользуюсь на ночь. Добавляю в него там всякие витаминки. Либо вот тот же самый добавляю витамин С сейван. И кожа у меня чувствует себя ухоженно, напитано. И увлажнение тоже присутствует. То есть, средство мне нравится. И вполне могу потом в будущем повторить его. Сам по себе крем совсем не флюид. Но в то же время он не жирный. Он не чищу, плотный. Нет никаких прыщиков от него. Не закупоривает ни поры. Не оставляет никакой жирной пленки. Легкая-легкая какая-то, но не пленка. Ощущение то, что у вас крем присутствует на лице, остается. Он не полностью прям до молекул впитывается. Но вполне очень хорошо ухаживает за кожей лица. Мне нравится. Так, сама сыворотка от Эйван. Вот уже закончилась. Тут 10 миллилитров всего. Цена 10 миллилитров выходила мне со скидкой рублей 150. Я покупала набором. Тут, значит, нам говорят, что нужно наносить на лицо. На очищенную кожу лица. Так. Перед использованием крема. Вокруг глаз как бы желательно не наносить. Но я наносила, знаете, вокруг глаз. Главное в глаза не попасть. И все прекрасно. Ничего не щипет. Все мне нравится. Вот кому нужен состав. Посмотрите. Вот он присутствует. Средство лично мне понравилось. Опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Мне понравилось. У нее обалденный аромат цитрусов. Это, конечно, самое главное. Такая маслянистая такая, знаете, консистенция. Так вот сейчас налью. Так, еще побольше, наверное. Вот. Такая вот консистенция слегка-слегка маслянистая такая. Либо гелеобразная. Такое ощущение, что там есть маслица немножко. Прям как будто бы эфирного апельсина. В общем, концентрат такой витамина С. Хорошо тонизирует кожу. Хорошо ее поддерживает. В хорошем состоянии. Мне нравится. С удовольствием пользуюсь. Летом пользоваться. Сейчас все по времени не буду. Буду уже, наверное, осенью. Купила полную размерную версию. С удовольствием. Теперь осенью воспользуюсь ею. Этот закончил. Сейчас перехожу к другим сыроткам. Так что это довольно оставляет легкую-легкую липкость. Если вы пользуетесь на чистую кожу. Даже без крема иногда. На эти крем не наношу. Нанесла на кожу. Она впиталась. И впитывается в сухие жирные участки. Легкая липкость остается. Она не раздражает. Не пачкает вам подушку. Дискомфорта никакого нет. Но кожа, по крайней мере, у меня свежая. После использования этого средства. Поэтому я с удовольствием буду продолжать пользоваться в дальнейшем. Про эту сыворотку-то говорила уже при заказе Эйвен. Сыворотка для лица инновация. Это то, что сейчас самое только входит. Вот в новом каталоге уже можно заказать, который сейчас работает. 7 ампул. 1,3 мл каждая ампула. Они там стоят что-то 800 рублей, по-моему. 7 ампул. Так, размер тот же самый. Здесь в этом пробнике тоже 1,3. То есть, по-моему, цена ампула. Такая негустая, гелеобразная такая водичка внутри, которая не будет растекаться. Вот. Нежно-голубого цвета. Приятной такой отдушке лёгенькой. Хорошо разносится этот 1,3 мл по всему лицу и шее. Впитывается. Но, опять же, лёгкая липкость остаётся. Она не раздражает, не мешает. Поэтому лучше всего наносить такую вещь, конечно, на ночь. Можно и под косметику раз в день. То есть, на 7 дней получается вот такой курс. Ну, я пока покупать не буду. В будущем посмотрю, погляжу. Послушаю ещё отзывы, как она работает. Как она там стимулирует клетки колгена детского, как нам обещают. Ну, не знаю, не уверена, что она будет стимулировать. Но посмотрим, послушаю отзывы. А там силы вывода. Средство, возможно, я бы купила, если бы оно было дешевле. Хотя сейчас в каталоге можно купить за эту сумму, по-моему, 800-900 рублей 2 штуки. 2 упаковки. То есть, на 2 недели использования. Так, воспользуюсь вот такой маской. Энью. Вот, мне она нравится. Сейчас, нет, сейчас я другой сывороткой пользуюсь. У меня есть ещё такая сыгладка, так же 10 мл. Но она у меня в запасе лежит. Отличная лекала, которую вы здесь видите. Хорошая, плотненькая. Оно качественнее, даже чем в корейских масках. Более плотное такое. Хорошо облегает лицо. Вот, что-то ногами показываю. Вот оно вот такое. Вот, лежит так хорошо на лице. Отличная. Хватила мне на 2 раза, конечно же, этой масочки. И я всегда вижу результат даже с 2 раз. Раз нанесла, второй раз нанесла. И кожа такая прям, знаете, свежая-свежая. Такая какая-то вся увлажнена, само собой. Напитанная, надеюсь, там, какими-то витаминами. Нелипкости ничего не оставляет. 15 минут держим. Сумывать не надо. И, по-моему, я не помню, как она называется. Моментальный эффект. Вот, как бы согласна. Такой эффект у меня на лице получается с этой маской. Поэтому буду дальше продолжать этими масочками пользоваться от нее. И себе рекомендую. У меня еще есть в запасе. Также вот такой пробник, который сейчас у нас в Reflame. Там вышла новая основа, которая SPF 30. Я не помню, как она называется. Ластинг. Вот, тональная основа в бочоночках стеклянных. Воспользовалась тоналка. Мне понравилась. Она очень хорошо держалась у меня весь день на лице. Она как бы матирует. В то же время дает какое-то сияние на лице. Какой-то блеск не жирности кожи. А вот именно как в моем случае сияние. У меня жирная сухая кожа в перемешку. Смешанная. Поэтому на мне хорошо легла. Единственное, что я разнесла ее пальцами. Мне показалось, что у меня морщинки подчеркнулись. Но если бы я наносила ее мокрым спожем, я думаю, что было бы все идеально. И мне понравилось, что она держалась целый день на лице. Тон мне, в принципе, прекрасно подошел. Вот такой. Вот, можно прочитать. Нейтральный. Легкий и варенитральный. Поэтому, если бы у меня не было в запасе тоналов, я бы вполне прикупила и пользовалась. Единственное, что налито. Я не знаю, как он работает. Зимой прекрасно лежит. Холодное время года, по крайней мере. Выбрасываю тут от Evelyn брезг для губ. Вот, у меня уже давнишний. Прекрасный голографик. Ему уже лет, не знаю, сколько лет. Я им практически-то и не пользовалась. У меня практически полный. Пользовался на раз в пять за всю жизнь. Вот, голографик. Здесь его аж 9 мл. Но он уже... Он хоть и прекрасный. И на губах прекрасно смотрится. Красиво переливается. Но единственное, что он начал... Уже смотрю, запах появился. Думаю, нафиг надо выбрасывать. Потому что что-то я его не ношу. Как-то, не знаю. Помада для меня ближе всё-таки. Плюс я купила всё-таки в Evelyn новый брезг. Зачем мне этот теперь старый? Ну, как всегда, брёстки есть и не передаются камерой красивой. Голографические, которые разными частичками переливаются. Даже жалко, что он пропал. А когда-то был с таким классным фруктовым ароматом. Вот такое мыло детское. Салой Вера от 0+. Натуральное. Хорошая мыльца. Приятно мылиться. Мягенькая. Какой-то у него такой мыльный, приятный аромат. Я не помню, что он пахнет каким-то другим ароматом. Чисто такой мыльный, короче говоря. Пахнет основой. Цена у него хорошая. То ли 4 штучки, по-моему, было. В наборе 55 рублей стоил. Хорошая мыльца уже закончилась. Единственное, что она трескается в мыльнице. Вот единственный минус. А так хорошо, руки не сушат. Прекрасная. Какой-то веки у мужа закончился аромат. Боже мой, мы можем по 10 лет ароматами пользоваться одними и теми же. Потому что у него батарея стоит. И он выбирает, кажется, каким попользоваться. Этот аромат уже у него 100 летний. Не знаю, лет ему 11, наверное. Ну, 10 точно. Вот. Обожаю этот аромат. Нигде его купить не могу. Я в интернете искала. Это наше отечественное, кстати, производство. Я не помню коробку. Я помню, как я ему купила этот аромат. Он, по сути, сразу выкинул. И поэтому я даже не знаю, кто производитель. Называется, я думаю, правильно, черный байк. Обалденный кожаный аромат. И брутальный, классный, со свежинкой, древесинки немножко и много кожи. Обалденный. Нравится. Легкая сладость. И он такой стойкий, шлейфил прекрасно. И даже за целый день, допустим, он проходил. И уже поздно вечером, когда прикасаюсь к человеку, исходит этот аромат. Такой какой-то брутальности, мужественности. И мне это нравилось. Вот. Ну, закончился все. Теперь больше такой найти, к сожалению, и не могу. Ну, в Вейвене есть нечто похожее. Типа Мэн. Типа там еще какие-то. Так что придется заменить этими ароматами. В принципе, это все. Всем до свидания. Всем пока. Спасибо, что досмотрели видео до конца.